Доброе утро, дорогие друзья! Спасибо вам за такую бурную реакцию на тему деньги. Она зацепила, да. Простое осознавание, расставление приоритетов зачастую ум в порядок приводит, да, когда становится логично, ясно, где подмена и где деньги просто не могут проявиться, если вы эту подмену у себя в сознании допускаете, да. Давайте мы сегодня тогда немножко углубим эту тему и опять расставим все книжечки по полочкам, чтобы финансовая тема вообще в голове не зудела, она была прозрачной, ясной. То есть просто чуть-чуть сдвинем еще точку сборки, восприятия. На банальных примерах я не буду далеко ходить, возьму жизненную ситуацию. Вот, например, целитель работает. Вот работает целитель, и у одних людей в представлении есть, что этот целитель должен оказывать помощь бесплатно. Ну как же, у него же дар Божий, а за дар Божий как же ему платить? Ему же только бананы надо принести, чтобы он не умер с голоду. С другой стороны, есть люди, которые говорят, у них работает программа. Если этот целитель работает бесплатно, то значит там бесплатит. И вот бесплатит, и тогда как на это смотреть? И мысли так в башке растерялись, и можно поспорить, чье мнение правильное, чье неправильное. Но смотрите, каждое мнение, оно сформировалось в каждой конкретной голове. А это значит, какая-то мысль зацепилась за конкретный травматизм. И от конкретного травматизма исходя, заблокировала, сделала установку и сделала такую реакцию, вплоть до инстинктивной. Если этот работает бесплатно, значит я к нему не пойду, потому что там платят без. Либо же наоборот, если он берет деньги, я туда не хожу, значит там нет Иисуса Христа, например. И то, и другое чушь. Все решает программное обеспечение человека. Это уже очевидная вещь, и далеко ходить не надо. И вот, например, приходит человек к целителю и говорит, у меня денег нет. Ведь его первичный приход идет. Он первый сделал шаг к целителю, он знает, что у целителя эти услуги предоставляются. И он делает первый шаг. Приходит и говорит, у меня денег нет. И смотрит на реакцию целителя. Какие варианты целителя? Сказать, да, дорогой, если у тебя денег нет, пожалуйста, я тебя вылечу бесплатно. Да? То есть он сам соглашается на то, что он вылечит бесплатно. О чем это говорит? Это значит, у целителя внутри стоит программа спасения человечества. Но программа спасения человечества – это такое же ограничение, как все другие программы. Она занимает место на детском пространстве. И, господа, если у вас барабанит какая-то вот такая программа, деструктивная или конструктивная, это все равно программа, да? И она выводит вас из баланса. Когда вы не в балансе, вернемся к этому, к балансам. Деньги и баланс – это самая главная тема в жизни. Они всегда должны быть в балансе, тогда вы в гармонии. Это средство. Средство всегда должно быть в балансе. Так вот, когда у целителя барабанит программа «Я спасу все человечество и пожертвую собой», да? Он не в балансе, потому что у него барабанит программа. И эту программу надо удалить. Иначе он оказывать качественную помощь просто не сможет, да? Потому что у него будет подмена понятий на какие-то свои собственные, потому что его собственные бессознательные ему сигналят «У тебя барабанит программа» и присылает ему снаружи подсветить, что «У тебя барабанит эта программа, давай отключим, давай отключим, давай отключим». А он не понимает. И так всю жизнь барабанит. Итог. Баланса нет. Некачественная услуга, некачественная подача, да? Ну, сами же захотели бесплатно, вы же поставили его перед фактом. Следующий вариант. Человек начинает манипулировать своими программами. А вот тогда ты не целитель, а тогда ты то, а тогда ты то. Манипуляция уже очевидна, баланса нет. Да? Нет баланса. Следующий вариант. Человек говорит, у меня нет денег, значит я не пойду к целителю. Он отказывает себе. Баланс есть, баланса нет. Вот во всех случаях, когда нет денег, нет баланса. А нет баланса почему? Потому что изначально денег нет, потому что нет баланса в человеке. Отрабатываешь баланс в себе, есть деньги. Как отработать баланс? Ай-яй-яй, я такой хороший, на 7 работ хожу, а у меня денег нет. Подожди, дорогой, ты найди одну, но чтобы тебя перло. Чтобы ты реализовывался. Я вчера выложила видео, оно по своему содержанию, если брать чисто вот эту картинку, там, Рома приходит и зажигает от анонизатора лампочку, да? Таких видео в интернете дофига. Я его, это выложила видео, не для того, чтобы показать, что лампочка зажигается. Я его выложила, чтобы показать, как горит человек, когда его прет от того, что он делает. Вот просто можете найти и посмотреть момент такой, когда у человека идет озарение, ему нравится вообще весь процесс, и он готов ночами не спать, медитировать, он готов находить технические решения, он готов. Вот, он весь светится. Вот когда человек светится, он находит свое дело, и у него все окружающее в материальном мире начинает приходить в гармонию. На выстраивание гармонии всегда требуется время, да? Но максимальный срок, как вынашивание ребенка, 9 месяцев. За 9 месяцев выстраивается все. И тогда человек приходит в баланс, и у него все хорошо. Но он тогда светится, как лампочка Ильича. А если вы не светитесь и умираете на 7 работах, вы не в балансе. Ищите, чем заниматься в жизни, где вас будет переть. И тогда будет баланс. И тогда будут деньги, как средство, как средство, которое просто попутно появляется, которое всегда есть на пути, когда вас прет. Все просто. Я вот не понимаю, что в этом сложного, почему надо придумывать какие-то оправдания, бизнес-планы, еще что-то, еще что-то, вместо того, чтобы просто углубиться в себя и найти в себе любимое дело и словить от этого кайф. И все остальное вот так начинает выстраиваться. Вы претесь, и вселенная прется. Вон с Вадимом Гуранговым или с Долоховым поговорите, они вам еще расскажут, как быстрее переться. Следующий момент. Когда у вас деньги есть, и вы имеете деньги, вы такой влиятельный человек, вы приходите к целителю, ну и просто оплачиваете ей услуги. Баланс? Баланс. У вас все нормально, и тогда этот целитель оказывает вам помощь или вашему знакомому, вы в балансе разошлись. Но когда есть деньги, есть и дисбалансная ситуация. Например, вы приходите к целителю, смотрите, и в какой-то момент у вас включается жаба, вам жалко дать ему денег. А такая жаба будет спровоцирована, как правило, программным обеспечением целителя. Он тоже внутри имеет программы либо спасения человечества, либо ему жалко где-то на себя, либо еще что-то. Ну, чаще всего все-таки программы спасения человечества. Они там так или иначе будут примешаны. И от целителя идет провокация, и подсознание человека, который пришел, он готов был оплатить. И в какой-то момент щелк у него включается, а не дам я тебе, я тебе дам меньше. Или вообще не дам. И тогда уже срабатывает, оно же навернулось на что-то, навернулось чаще всего на жадность. И такая цепочка раз-раз-раз выстроилась, и оба тогда вылетают из баланса, дисбалансное состояние. Следующий вариант, это когда человек приходит и видит, о, этот целитель хорош, а у меня вроде деньги есть, но мне вот этот дом или вот эти условия нравятся больше. И у него возникает же зависть. И на зависти точно так же начинает выстраиваться цепочка, когда человек недооценивает или переоценивает целителя. Да, в любую сторону будет дисбаланс. То есть в любом случае получаются дисбалансы. Когда есть дисбаланс, в этом случае что происходит? Вроде бы человек реализуется, но при этом дисбаланс появляется. Это значит, не отработаны определенные личностные моменты у человека, не отработано определенное программное обеспечение. И вот программное обеспечение, которое касается именно денег, оно, вот очень интересно у нас устроен психический такой момент важный, оно все одно за одно цепляется. Ни один момент не проявляется случайно. То есть если в картине мира у человека появилась вообще программа о том, что что-то бесплатно или кого-то недооценить, или еще, 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 да, значит, оно зацепилось за что-то. А это что-то обязательно имеет вторичную выгоду. А эта вторичная выгода обязательно имеет ресурс. И этот ресурс уже можно отработать и встроить в жизнь. И опять-таки привести в баланс. То есть не важно, в физическом мире имеешь ты деньги или не имеешь. Важно то, как ты реагируешь в моменте здесь и сейчас. Важно, как ты проявляешься в моменте здесь и сейчас, и какие решения ты принимаешь. Потому что ты их принимаешь на основании тех инстинктов, тех реакций, которые у тебя прописаны. Очень мало людей, которые осознают момент здесь и сейчас в принципе. И основная масса работает как боты, как в фильме «Матрица». Вот пришел сигнал, отработал сигнал. Пришел сигнал, отработал сигнал. И вот если вы вот эту цепочку сигнальную программного обеспечения меняете, то, соответственно, и реагируете вы по-другому. И так как есть еще программы, которые есть в коллективном сознании, зачастую эти программы хотя бы сознанием можно цеплять. Их можно на самом деле менять и делать доминирующим свое сознание. И все тогда развивается по-другому. Но есть вещи, о которых имеет смысл помнить. Я, например, когда я общаюсь с системой, с государством, или еще взаимодействие, там, где надо, я стараюсь переплатить, чем недоплатить. Почему? Потому что маленький зацеп может приводить к тому, что возникает сигнальная система внутри такая, дисбалансная в тебе. И этот дисбаланс, он тут же транслируется наружу во внешний мир. И этот внешний мир, там уже начинают работать кратности. И когда работают кратности, это уже может выливаться, во-первых, в большие суммы, во-вторых, в большие какие-то неприятности материальные, вплоть до ДТП, до каких-то таких крахов, ты никогда не знаешь, как замутить твое бессознательное, в какую обучающую ситуацию, для того, чтобы ты проработал определенную личностную свою часть. Например, жадность, или честность, или порядочность, или какие там еще с деньгами у нас чаще всего фонят. Зависть, чувство вины, чувство ответственности и так далее. То есть в любом случае бессознательное формирует ситуацию на комплексную проработку. И если вы хотите, чтобы был баланс, баланс всегда чувствуется где? Внутри. Он внутри чувствуется. А снаружи мы его всего лишь отрабатываем через уже проявленную материальную реальность. Не всегда удается уйти от отработки, потому что мы все равно живем. Все равно какой-то фильм, какой-то фильм мы смотреть должны. Без фильма совсем скучно, понимаете? И так режиссеру постоянно в рубку ходишь, и говоришь, вот этот оставляем, вот этот вычеркни. Есть вещи, которые он говорит, слушай, ну уже отснято. Вот уже отснято. Давай, дорогая, откатаем. Ну тогда откатаем. Но основную массу мы все-таки можем поменять, изменить. И у нас есть моменты, которые... Мы можем изменить, чувствуя балансное состояние. И деньги – это всего лишь, всего лишь средство, которое отражает нам наш внутренний баланс. Понимаете как? Ни более, ни менее. Ни энергия, ни манна небесная, ни халява. Нету тут ничего этого. Это ваш внутренний баланс в моменте, здесь и сейчас. И если он нарушен, то, соответственно, вы испытываете определенные неудобства в ту или иную сторону. Забота о деньгах – это такое же неудобство, как и недостаток денег. Понимаете? И то, и другое отвлекает вас от игры в свое любимое дело, в свой путь, в свое предназначение, в ловлю кайфа от момента здесь и сейчас. Но если эта забота – это и есть этот кайф, то почему бы или нет? Или если этот недостаток – и есть этот кайф, то почему бы и нет? Эти варианты также возможны. И у каждого человека этот вариант будет индивидуальным. С вами была я, Наталья Зайцева. Просто задумайтесь над тем самым простым, что я говорила, элементарные вещи в структуре.